винтовое движение это ну не просто когда вот мы крутимся по часовой или про часовой как бы вперед двигаешься да да это вот винтом вверх вниз в сторону влево вправо там по по разному данил братан не балуй плоды которые нам не достает еще вот это я считаю хорошая тренировка да когда размялся четенько то есть бодро прям бодрый даже чуть-чуть подустал наверное во время разминки и потом уже элементы делаешь про впахиваешь пахиваешь вкачиваешь все давай слезай доделывай я пошел а еще лучше больше мы вчера делали подтягивание на брусьях вот смотри вот сейчас ножки себе подогни делай мостик молодец вот сделай так пожалуйста двадцать пять раз лады то есть ты выходишь в мостик и пойти ты можешь прям широченно руки разводить в сторону знаешь как можно упереться ногами сюда вот сюда плечи голову туда упереться ножками вот так либо в тот стол упереться вот так упирайся и у час пошел поднимайся в сторону разводить потяги себя о молодец нету пристать что ты сюда тело не уходим до молочек 25 раз руки не получается вот так сделать попробую распрямить а упор для того чтобы ты не уезжал никуда тело чтобы не уезжал вот но вот даже стать можно потом спалить только аккуратно столкнем речься и в голову 25 раз так делай и потом отдыхающаяся приду это петли разные это для лазить отжиматься на них подтягиваться не балуй счастье путнее заходит в дом где всегда царит хорошее настроение мысль начало всего и мыслями можно управлять и поэтому главное дело совершенствования работы над мыслями философия не дает ответа на вопрос о смысле жизни а лишь усложняет его сильные люди всегда просты каждый хочет изменить человечество но никто не задумывается о том как изменить себя человек переставший пить и курить приобретать ту умственную ясность и спокойствие взгляда на то есть новая верность права освещает для него все время жизни 21 22 23 если ты жить легче но без нее нет смысла 23 и 25 дать мне очень не нравятся высокомерные люди которые ставят себя больше в руки даже хочется дать им рубль и сказать узнаешь себе цену вернешь сдачу власть не портит человека человека портит страх потерять власть в самых лучших дружеских и простых отношениях лезть и похвала необходимо как подмазка необходимо для колес чтобы они ехали счастье не в том чтобы делать всегда что хочешь а в том чтобы всегда хотеть того что делаешь ничто так не ослабляет силу человека как надежда в чем-либо кроме своего усилия найти спасение и блага не красота вызывает любовь а любовь заставляет нас видеть красоту дело не в том чтобы знать многое а в том чтобы знать из всего того что можно знать самое нужное сила предательства держится на невежестве народа и она знает это и потому всегда будет бороться против просвещения пора нам понять это то что мы говорим ничто по сравнению с тем что мы чувствуем степень правдивости человека есть указатель степени его нравственного совершенства сражение выигрывает тот кто твердо решил его выиграть если жизнь не представляется тебе огромной радостью это только потому что ум твой ложно направлен чтобы поверить добро надо начать делать его Люди учатся, как говорить, а главная наука, как и когда молчать. Луком кончился? Самый верный признак истины – простота и ясность. Лук всегда сложна, вычурная и многословная. Так, ну что, отожмемся. В мостике, отбрусив, без рук, на воздухе, на носу, за отжимание вниз головой. Какие из которых я тебе причислил варианты тебе подходят? Давай отбрусив, да, вот от маленьких брусцов давай. Ставь, помнишь, как ставить? У покрышки упрощаем. Ставь брусья, панель, да, перекладываем. Вот сюда подставляем. Давай сейчас покажу правильность выполнения. Пожалуйста, мне или ты сам покажешь. Ну-ка, давай ножки. Вот, молодец, только ручкой не сюда подойди, пожалуйста. Есть желание обмануть, не любите. Ручки прям, так, так, так. Так, молодец. Ножки в натяжении. Чуть-чуть их можно в коленах сгибать. Когда ты будешь, давай, пускайся вниз. И коленкой можно коснуться груди. Ниже надо опуститься. Настоящее познание дает. Вот, смотри, сейчас лезь, пожалуйста. Если это высоко, то можно пониже сделать. Если не высоко, то чуть-чуть надо пообеду в нее поставить. Даже, смотри. Ручки поставил, ножки поставил. Вот они прямо, да? Когда я опускаюсь вниз, вот так прям лучше сделать. Если вдруг не позволяет растяжки на подколенках, можно вот так сделать. Хоп. И выпрямился. То есть, либо ноги прямые. Прям, видишь, как? Прям низкая риска надо. Фактически как подмышками, чтобы ты не до переклади касался. Или там руками даже пощекотал. Встал. Поехали. 25 раз. Четенько, красиво делай. Слишком руками далеко от покрышки не уходи. Наоборот, чуть-чуть поближе, мучкин, подойди. Да. Давай, все, ниже. Молодец. Спинку прям молодец. Выбирай для себя расстояние, да. Нужно быть готовы идти на компромет. По любому поводу, в любое время. Давай. 25 раз считаешь сам. Фух, выдох. Чет. Ты можешь про себя. 5, 6, 9. Да, не, выдох, когда наверх поднимаешься. Сейчас смотри, вниз вдох. Вниз ты вдыхаешь. Фух, выдох, да. Да, трудно, знаю, трудно. Братан, терпи, терпи. Я могу сказать, даже больше, чем просто трудно. Трудно очень. Ну, а куда деваться? Тем более, видишь, как все внимание сегодня вот эти все два часа на тебя. Поэтому терпи, братан, терпи. Терпи, и будет тебе сила. Такой человек-пук. Смотрел мультик или кино? Человек-пук. Человек-паук, вернее. Нет? Там дядька один, когда это его племянник, его дядьку подстрелили. И он такой этому, своему племяннику говорит, такой, типа, сила это большая ответственность. И, ну и все. И его не стало, и он стал человек-пук всех мстить. Всем. Человек кто? Человек-пук. Ну, человек-паук. Я когда был маленький, объявление было по телевизору. Не, оставить, не маленький, нет. Уже, наверное, был такого возраста, может быть, как ты. Ну, тоже возраста маленький. Ну, в общем, объявление. Самые первые мультики начали показывать. А, нет, нет, постарше. Мне было, наверное, лет 13, наверное, что-то такое. Сколько лет? Мне? 14. А, 14. Ну, значит, твоего возраста, может быть. Может, помладше. Не помню. Там была опечатка в программе. Раньше печатали программу передач по бумаге. Сейчас, не знаю, она есть такая, нет? Ну, это телевизор. На бумажном, на газете. В общем, программа передач. И была опечатка. Не Человек-паук. Мультфильм Человек-паук. А была опечатка Человек-пук. Я так трещал. Вообще, мы так смеялись. Человек-пук. Слишком руки далеко, у тебя тело и руки отходят. Надо руки ближе. Да, руки ближе. Не, ну, слишком близко ты. Руки, когда близко, будет трудно. Терпи, терпи. Давай, терпи. Сколько? Десять раз сделать? Двадцать. Двадцать? Двадцать. Еще пятачок, да? Чуть-чуть. Чуть. Чуть. Один, два, три, четыре. Вот тебе музыка. Терпи. Битовенькая. Все. Все, молодец. Человек. Ой, уже позднее. А, да, 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 е-мое. Не споделю. Погоди, что, козырный элемент не покажешь? Связку козырную какую-нибудь? Представь, что это выступление, музыка играет. Давай, прям отыграй, как будто бы ты на выступлениях, на соревнованиях сам. Прям ни на кого не обращай внимания. Прям внутрь себя. Соберись. Там магнезии нету, там в уголке у них нигде. Не рассыпано. Нет, ну и ладно. Терпи. 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 Там магнезии нету. Терпи. 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 вот если бы еще не упал хорошо было бы а ты когда делаешь ты музыку слышишь ты иногда попадал в бит так если бы ты чуть-чуть фиксацию делал бы например значит остается на секунду опа руку поднял поприветствовал как бы зрители дальше классно был молодец молодец забыл статическое упражнение делать зависание забыл уголок забыл сделать вот опять же по желанию но это было бы красивое дополнение это реально было бы красивое дополнение к твоим действий действиям давай еще один музон попробую счет и под него сможешь уголочек да молодец нормально нормально не гони согласен на ногах на пальцах ног тихо тихо аккуратно молодец давай давай молодец попал да попал вот хорошо молочек как штангу блин штангу ты наверно уже не успеешь себе и мака стелить надо и все ума ты будет уже стилать значит позвони сейчас мамы не гантель а штангу до имел ввиду позвони матчу скажи матч сейчас потихоньку начинаешь собираться выезжаешь в 9 чтобы она не волновалась скажи все хорошо сейчас начинаю собираться давай как ты долго стилю матрасы и даже сработал опять их застилать но я помогу тебе наверное наверное не знаю наверное помогу и потом когда застелишь может быть поздно ты зато придешь завтра вот давай на завтра лучше владык завтра три часа потому что будет и сейчас ты подустал да уже ты через двор и лишь или прям по дороге аккуратнее ладно блин опасные всякие нервные ездит на не ходит пешком нервные за машин за рулем давай помарути а Сейчас мы просто ищем, и у меня еще учеба не заканчивается, и многие, они справляют, что их там, а кому-то тратуются в каких школах заканчивают, в какой-то школах, и мы устраиваем. А кто-то радуется быстрее в школу уйти, но не знает, что дальше делать, и не знает. У меня вот так все страхи. Быстрее уйти надо? Да. Она закончила? Она школу закончила, я не знаю, что нужно. Серьезно? Да. А значит, почему? Ей не нравится. О-моё, и что она сейчас делает? Ищет работу. А без образования, где она хочет найти? Она на мясском бинате работает. На мясике? Трудится и сейчас? Нет, сейчас я не знаю, она сейчас ищет. Уважай, я засту на это. Потому что ей тяжело там. Блин, ну на мясике, конечно, это, мне кажется, там надо мужчинам больше. Да, это коротко. А вот так все равно. А этот? Парняка, парняка, почему? Парняка. Парняка. А вот так все. Парняка. Вот и вот, Жень, детская жизнь закончилась, да? Детская жизнь закончилась, да? Детская жизнь закончилась, все надо искать. Она от нас в доме нету. Где? Она с молодым человеком живет? Да. Она с квартиру платит, да? Ему мамке денег просит. Нет, она не просит. Она сама справляется. Она и как вода чуть-чуть. Ну он наверное где-то другой, но мужчин должен быть, может друзья, да, наши друзья, наши родители. Да, да и представьте, что он сейчас у нас во всем мире, всякие сплошедшие иностранцы на нас наезжают, так что мы же красавчики, вернее даже не вроде, а мы же у нас в красавце, так что, Кангу я разбирал, я собирал, я разберу, Кангу молодец. Есть много последок, давай оставь, я их уберу, а ты знаешь что, давай напоследок роликом сделай десяточку. Так, давай, давай прям ложись, вставай. Знаешь, как можешь перец по крышке, нет? Давай, поехали. 10 раз. Вот это, которое мы сегодня на табуретном упражнении делаем, дома обязательно делаем. Тебе сейчас, с твоей комплекцией, тебе сейчас очень хорошо будут даваться тем, кто сейчас уже старше, ну допустим, ребята ориентирны, и у кого рычаги длиннее, им будет тяжелее, потому что этот трос сохранять. У тебя сейчас есть возможность быстро-быстро освоить крутые действия, технически освоить, а потом во взрослом возрасте надо лишь это, то что освоил, сохранить. Ну не растрынкать, не распукать, не потерять. Ты хочешь стойку на руках сделать? Не, я просто его платить. А, я понял, а я думаю, нифига ты пошел уже, это вообще круто сейчас, как стойку на руках, выйдешь? Так. Да давайте. Оставь, оставь, я сейчас уберусь. А ты покатуй. Стоечки тоже положи, молодец. А что, можно по-моему сделать? Но это не было. Да, давай. Блин, а что вредит, брат? А, у меня есть. Давай. О, ты переставь. Ты куда-нибудь переставься, чтобы руки на все целые были. Тихо ввода вести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ставь, сразу ровно ставь, кричай и начинай. Все, спокойно. Диздаст препятствия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поехали! Поехали! Может там зарядка садится? Да нет! Да прослышу, тыкает! А это че отзади? Может, когда тыкает, зарядка садится? Нет, именно я отзади! Да послышу, потому что я иногда пытаюсь остановить, и я думаю, что в левом повороте, и... Помнишь, да? Станавливать там, встать, и он останавливается. Ну, это вот, все овладеешь, потом вообще круто может. Можно потом крокодильчик наоборот сделать и кататься, может, крокодильчик. Наверное, оканцованы переработать. Давай, да. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Данил, братан, сколько времени? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, что я захочу. Он меня сам скинул. Это знак, да, это знак. Он же тоже чувствует, что его брат мой велосипед. Его ж не брат, твой велосипед тебя ждет. А, так вот так он работает. Когда вы не сподушите нажимаете? Ну да, да. Не то, что ты прямо на них нажимаешь, но и они тоже задействуют. Нет, именно на них нажимают. Да? Да. Вот так, а мы сняли. Так, что кнопки сподушат. Помнишь, кнопки там западают, да. Ты давай, выключай его. Я думаю, что он заедет там. Он в гараж сам будет проковаться. Но это же не такое. Если он был такой умный, нам было бы уже надо переживать о нашем здоровье. Если это умный гироскутер. Было бы тогда восстание машин, как терминатор. И восстание машин из кем-то ядерного объекта. Да, молодец. Все, ложи, я его в шкаф сам уберу.